На экзамене может быть задание, в котором по условию дано взаимодействие железа с кислородом. Давайте рассмотрим этот случай. При взаимодействии железа с кислородом не образуется оксид железа-2. Если нет дополнительных условий, то вы можете написать любой из этих вариантов. Но если в задании вдруг указан цвет продукта реакции, тогда нужно быть внимательным и выбирать именно правильный оксид. Феррум-2О3 – это оксид железа-3, имеет красный цвет. Феррум-3О4, так называемая железная окалина, представляет из себя смесь двух оксидов. Железная окалина имеет черный цвет. Давайте сделаем вывод. При взаимодействии железа с кислородом не образуется основный оксид феррум-О. Если нет никаких дополнительных условий, можно писать и второй, и третий вариант. Но если указан цвет продукта реакции, то выбираем соответствующий оксид. Еще больше простых и суперполезных правил в моем аккаунте. Подпишись, и я сделаю из тебя отличника.